И поэтому, это должно выражаться веселье, оно должно выражаться на нашей библиотеке, ну не может быть веселье без улыбки, ну я не говорю, что смеяться, прям до упала, но радость, она всегда выражается, поэтому я еще раз вам говорю, это праздник, я вас поздравляю с праздником, дорогие мои, церковь Божия, с праздником, вот как вы уже слышали, сухот, это по-еврейски пущи, урожая и благодарение, это суть этого праздника. И вот, как вы видите, за окном, наступила осень, за окном уже октябрь, и в церквях по всей улице Земли совершаются торжественные праздничные богослужения, посвященные этому празднику Божия. И отмечать этот праздник, это повеление Господа, это не просто наше желание, вот оно нам что-то приняло, мы решили отправить, это повеление Господа. И если быть точным, ну тут есть много новеньких, которые никогда мы в жизни не слышали об этом празднике, я хочу еще так проследить эту историю. Если быть точным, то праздник сбора урожая народом израильским отмечался три раза в году. Первый – это в апреле, когда пожинали озимое зерно, посеянное еще осенью. И это приходилось на праздник Пасхи. В этот день приносили пред Богом первый снов нового урожая. Обычно это был единый, через семь недель, или через пятьдесят дней праздновался праздник, который назывался именно жатвой. Это в этот день пред Господом приносились первые плоды до урожая. И в триднадцатый день седьмого месяца, что приходилось на наш сентябрь-октябрь, отмечался праздник окончательного сбора урожая с полей, садов, личных участков и так далее. Это был заключительный праздник окончательного сбора урожая. И это был последний праздник церковного календаря. Самый-самый великий, самый-самый большой. Поэтому я хочу, чтобы вы это услышали. Об этих праздниках можно прочитать в книге Левит. И мы сейчас это сделаем в двадцать третий год. Объявися нам, Израиль, выскажи. Когда придете в землю, в землю обетованную, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый снов жатвы вашей к священнице. Он вознесет этот снов Господом, чтобы вам приобрести благоволение. Аминь. Вот это первый, это в месяце Ави, в апреле, и что соответствует празднику Паспорта. И они, собственно, отмечались вместе. Затем, как мы говорили, второй. Отсчитай себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносили стоп, потрясание, всем полных недель, 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение в Господу. И затем, вот третий, то, что мы празднуем сегодня, а в 15-й день, 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. Если после искушения на Пасху, после искушения Пасхального Абреса, человек мог идти в Освояси, возвращаться домой, то здесь он должен быть пред Господом 7 дней. На 8-й день отдаяние праздника Господа. Опять торжествует нас. Вот. И в 1-й день покой, и в 8-й день покой. О чем я говорю, что это великий праздник. Это небеса. Это тот пир, который нас ждет на небесах. С Господом. Вот что же Господь хотел сказать народу израильскому, повелевая праздновать эти праздники. Что он ожидал от своего народа. Что он ожидает Бог сейчас от нас, от Церкви, от народа Нового Завета. Ну, во-первых, Господь желал, чтобы его народ знал, что Бог верен своему обещанию, своему слову. Что он не обманывается. Он не изменяется никогда. И тому обещанию, которое он дал после окончания всемирного потопа. Мы сейчас почитаем. Книга Медия. И сказал, как вот сердце земли. Не буду больше проклинать землю за человека. То есть потопа больше не будет. Впредь во все дни земли сенья и жатва. Холод и зима, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Аминь. И все это происходит. Бог верит. Второе. Господь хотел, чтобы его народ понял, что именно он является творцом всего видимого и невидимого. Что он, Бог, начальник жизни. И я, как такую подборку, сделал, чтобы подтвердили эти слова. Самый первый стих Гибрии. Самый первый. Вначале Бог сотворил небо и землю. Он творец жизни. Апостол Иоанн написал. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Понятно? Да? И Исайя, так, через порога Исайя. Я создал землю и сотворил на ней человека. Бог. Я мои руки распростер для небеса. И всему воинству их дал закон я. Так что ничего не пролетает мимо нас, и не падает, и не крутится, и не вертится без воли Божьей. Аминь. Закон воинства небесному дал я. Так что там говорят, вот, комеда приближается, вах, 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 вах. Ну и что же она приближается. Бог знает, что она приближается. И он... Значит, вам нужно обратиться к Нему прежде всего, если вам страшно. Соответственно, вот, как Бог и Творец, Он ожидал от Своего творения признательности, хвалы, поклонения, благодарности. Вот, как написано в 148-м, и очень много, вот, один из них. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышли, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнца и луна, хвалите Его все звезды света. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворил. Он сказал слово, да будет свет, и будет свет, и есть свет. Салмопевец Данит, царь израильский, да, муж по сердцу, ведомый духом святым, воспевал гимны хвалы Творцу. Их очень много. Практически вся книга Псалты, это псалмы Давидов. Их невозможно, конечно, пересказать своими словами. Каждое слово из псалма, это полно смысла, торжественности, благогаененного трепета, поклонениям пред тем, кто есть первопричина всего, кто есть смысл всего мироздания. И в самом деле, дорогие, посмотрите вокруг. Слава Господне полна вся земля. Помните, когда пророк Исаия зашел в храм и видел видение вот этих концеризм Господа наполнял их храм. И серафимы летали и восклицали. Свят, свят, свят Господь Слава Богу. Вся земля полна славы Его. Или же вот Псалом 66. Да восхвалят Тебя народы Божии. Да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Вы посмотрите. Да благословит нас Бог наш. Да? Аминь. Так что давайте мы в этот день преклонимся пред Господом и воздадим Ему достойную хвалу и славу. Вот вы читали это уже сегодня, читалось это стихотворение. Я только один куплет как бы прочитаю. В день жатвы, в день благодарения мы все предстали пред Тобой. Прими сердец и уст хваления, Творец наш и Отец благородный. За жизнь земную и бессмертие, за труд для ближних, труд любви, за город наш, за нашу цель. Господь Тебя благородный. Аминь. Вот такие чудесные. Оно большое, если сделаю, но я только вам прочитал, чтобы дополнить. И третье. Господь желал показать, что жизнь на земле распространяется посредством сеяния. Семени. Даже неверующим людям, которые не знают Библию, вот эти слова будут знакомы. Что посеет человек, да, то и будет пожить. Оказывается, эти слова из Библии. Это Дух Суиточный Запослого Павла Прагодина. Но там же есть и далее продолжение. Это истина справедлива как для физического мира, так и для духовного. И вот дальше мы читаем. Сеющий в плоть свою, вот сюда. Мне, мне. Вот как это был мультфильм про дракончика. Мне. Я так хочу. Я так люблю. Вы же не знаете, как я хочу? Вот мне давайте. Вот в плоть мою. Дайте, дайте, дайте. Сеющий в плоть свою, а в плоть и плащу отцов. Тление, разложение. А сеющий в дух от духа поживет жизнь в печени. Аминь. Вот вдумайтесь в эти слова. Эти слова, несомненно, несут важное духовное значение. Ну, я хочу вам сказать, что Библия, Слово Божие, не является пособием по сельскохозяйственным работам, по агрономии, не является. Но книга, которая посредством видимых явлений в природе, открывает законы невидимого Царства Божия. Иными словами, вот есть много притч, да, и они как бы говорят земным языком о небесном. Зимным языком, понятным нам языком о небесном. Так вот, все Божьи праздники, как вот уже Диакон Дмитрий говорил, они полны духовного смысла. И тем более нам, живущим во времена Нового Завета, должен быть виден их сокровенный смысл. Почему? Да потому что закон и все эти ветхозаветные праздники были только тень будущих благ. Вот как написано, видите, в полпозаде этот закон имел тень будущих благ. Только отблеска. И еще одно место, это есть тень будущего, а тело во Христе. Иисус Христос наш Господь в Библии назван семенем. И в самом начале бытия, когда после грехопадения, как вы знаете, когда Господь проклинал сатану с областителя в виде змея, он что-то сказал, и вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем жены, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. То есть так подлиненько сатана так будет в пяточку, кусь, кусь. А ты его в голову. Понятно, да? Не бойтесь земли. Тот, кто в вас больше того, кто в мире. Остерегаться нужно. Надо будет там взрывать. Ну и далее. Ибо озовятся в земне твоем все народы земли. То есть это уже обещание Аврааму. И еще один текст уже из Нового Завета. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам. Как бы об одном. Но как бы об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Христос по плоти. И что это за семя? Как оно сейчас действует? Здесь, сейчас, у нас. Это семя, это все истинно верующие в Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа. И это опять-таки написано в Погналии по Галатам. Ибо все вы сыны Божьи. Вот думайте. Все вы сыны и дочери Божьи. Во Христа Иисуса. По вере во Христа Иисуса. Все вы в Христа креститесь, а во Христа вы креститесь. То есть, вошли во Христа святым Богом к крещению. Ежели вы Христовы, то вы семя Авраамова. И по обетованию наследники. Наследники Божьи. Вам принадлежит Царство. Так что это вы знаете. Еще Иисус сказал, как же это все должно действовать. Как же оно производит плод. Он сказал о себе. Истинно, истинно говорю вам. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет. Ну, там оно сохранится, как каким-то образом. То останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Как вы знаете, из одного зерночка получается колосок, в котором уже 30, 60 и 40 зерночек. То есть, в несколько крат увеличивается. И Христос умер за нас на кресте Голгофском. Он был погребен. Это как образ, это как то зимое, посеянное в преддверии зимы зерно. Он прошел через холод, зиму, через ветра, смерти. И весной воскрес во славе. Для нашего оправдания. И вот первый снов Потрясания, о котором мы читали в Ревиттере, в 23-й веке, он символизирует именно воскресшего Христа. Почему они в один день практически празднуются, эти праздники. А при сновках, праздник Жатвы и Пасхи. И не случайно, принесение первого сновба, и люди, братья и панки, они следуют буквально один за день. И вот есть еще один стих. Ибо Пасха, наш Христос, заклан за нас. И вот он, когда умер, то принес много плода. Много плода. Через 7 недель или на 50-й день, после его воскресения, первые его последователи, как написано в день, человек около 120, были священы Духом Святым. И вы знаете, праздник 50-й, как мы отвечаем. Троица у нас, он называется, на Руси. Этот день справедливо считается днем рождения церкви. И что в этот день, после проповеди Петра, покаялась 3000 человек. И вот родилась церковь. Это новое хлебное приношение, которое приносилось в этот праздник, сельниц. Это символ начала церкви Христа. То есть, вот нашего собрания. И церковь приняла от Господа великое поручение, которое мы все знаем. Идите, научите все народы. И понесла в мир нетленное семя, семя Евангелия. Слово о спасении, о спасителе. Через это слово родилось и рождается множество новых сыновей и дочерей Божьих каждый день. На протяжении двух тысяч лет. Так? Аминь. И вот мы читаем. Любите друг от чистого сердца, как возрожденные, как рожденные не от нетленного семени, не от тленного, но от нетленного, от слова Божьего, живого и преливающего вовек. Аминь. Вот мы рождаемся от слова Божьего, когда мы его слышим, когда оно входит в нас. Я не знаю как, я не могу вам объяснить, не то вам не объяснить. Что оно делает внутри? Вот это слово. Потому что оно живое. Оно меняет мысление, оно меняет сердце, оно меняет отношения, взгляд другой, потребности другие. Церковь Христа совершала и совершает это служение, несение Евангелия на протяжении всего периода. Вот от вознесения Христа и до наших дней, которое называется этот период. Лето Господне благоприятное. Вот мы сейчас находимся в лете Господнем благоприятном. Но, как вы знаете, за летом следует, что вы что, правда? В самом деле это осень. И наступает время от сбора урожая, время последней жатвы. Это время тяжелого труда. Время отчета за проделанную работу, подведения каких-то итогов. Но в то же время, это время великой радости. Ну, Гожи, вы знаете, сколько всяких продуктов? Как вкусно, ароматно. Золотистое зерно, драгоценное зерно заполняется крома. Житницы собираются. Овощи свозятся в хранилище. Из садов доносятся ароматы зрелых плодов. Труд земледельца вознагражден обильным, прекрасным урожаем. Это радость, да? Аминь. Но осень, так же, это и печальное время года. Унылая пора, очей очарованной. На полях остается солома, которая будет сожжена огнем. На огородах множество ботвы, которая так же будет сожжена или станет догневать под снегом ведущей зимы. Стебли хлопчатника, вот я знаю, в Средней Азии связывают пучки, связывают пучки, а затем это становится топливом для тандыров, для чего. И эта вот картина, символ того, что будет происходить в конце времен, в конце веков. При наступлении Господней жадной. «Слушай, земля, слушайте, жители земли, Иисус Господь, аминь, Иисус Спаситель мира, аминь, Он же и Господин жадный». Аминь. Аминь. Серп в руках его, и он готов пожать землю. Сейчас я вам прочитаю, что потрясающее место из писания. Вот последняя книга, откровение. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сын на человеческом, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жадлы, ибо жадва на земле созрело, и поверх сидящей на облаке серп свой на землю, и земля была пожана». Аминь. Аминь. Вот это образ последнего. Это открыто было Иоанну. И еще хочу вам напомнить, Иоанн Креститель, когда он ходил, учил, призывая людей к покаянию, он говорил такие слова. Вспомните, уже и сетира при корне деревьев лежит. То есть, топор лежит при корне деревьев. И всякое дерево, не приносящее плода, доброго плода, срубают и бросают. Куда? В огонь, в огонь, да, в огонь. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою, жидницу, а солому сожжет огнем неугаси. Вот это, тоже, это же образ. что означает эти слова? К чему они призывают? Задумайтесь. Священное Писание отвечает на этот вопрос. Что будет в это последнее время? Еще через пророка Даниила в Ветхом Завете, он уже сказал, как я сказал, многие спящие в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрубление. На вечные мудрии. Пробудятся все возлюбленные. нет такого, что я вот уснул и все, и нет. Да если бы так. Но такого не может быть. Потому что вы при памяти, вам Бог недаром дал эту память. Эти чувства, они в вас, они никуда не денутся. И вот во прахе земли одни пробудятся для жизни вечной, блаженствуют, для радости, а другие для мучения. И вот эти и разумные будут сиять, как светило на твердле. И обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Так вы разумные, вы хотите быть звездами, сияющими вовеки. Так вот, для этого надо обратить людей к правду. Сказать, есть Бог, Он любит тебя, Он хочет твоего спасения, Он хочет, чтобы ты обратилась к Нему, обратился к Нему, чтобы ты служил Нему, ведь этого ничего не требует сверхъестественного. Он просит просто почитать, что Он творит всего. И все. А вы разумные? Подумайте, вы разумные. Ну, а печальный тот, кто неразумный, и кто не был записан в книге из жизни, тот будет брошен. в озеро Фуднино. Придите домой, зажгите спичечку пальчику только, просто, на минутку. И все. Я думаю, вам будет ясно. Ну, вот, вернемся к празднику, как-то на этом празднике Иерусалиме Иисуса. После обряда выливания воды в храме, то есть, что, как образ сошествия Духа Святого, выливали воду, Иисус сказал такие слова, Евангелие, да, последний же великий день праздника, последний великий день, восьмой день стоял Иисус и возгласил, говоря кто жаждет, иди ко мне и пей кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут свеки над и живой и вы знаете, это истинно так это не просто красивые слова или какие-то фразы, которые надо запомнить и потом бросаться ею, нет кто истинно верует кто действительно рожден от Бога у того обязательно потекут свеки над и живой не потоки пустые глупого многословия о которых сказано кстати что при многословии не избежать греха есть это? при многословии не избежать греха а вот те немногие слова которые при встрече с человеком напомнят его благодатью поддерживают укрепят веру так это слова жизни которые несут не только научение, назидание но и утешение и сострадание и поддержку и любовь как я уже сказал за укройной осень и обычно в это время цыплят по осени значит считают время я жарю итогов и всех их уже, наверное, посчитали и мы верующие тоже подводим итог итог того, что я лично сделал для распространения Царствия Божия в моем городе в моей церкви что я лично сделал вот я знаю что вот Кулешовы вот люди, которые от их слов пришли вот нет одной женщины где надеялся и убедиться вот я вижу плод значит люди говорят я помню как-то раз я скажу, когда говорил арифметическую просто такую если бы каждый из вас привел одного человека в год то у нас бы было не сорок чтобы мы тут бы не вмещали где-то точно в двадцать одного одного человека одного засвидетельствовать подойти объяснить молиться за Него молиться с Ним так вот напомню вам один стих Иисус сказал видя толпы народа толпы народа они и сейчас эти толпы вот там вот там видя толпы народа он жалился над ними что они были изнурены и рассеяны как умцы не имеющие пастыря тогда он сказал ученикам своими жатвы много делать или нет и так и так молите господина жатвы я вам еще раз хочу сказать мы нынче тоже видим толпы народа они шприят туда толпами на рынок назад с рынка опять туда вот ходят они не знают бога они озлобленные изнуренные придут в этой темноте мраке этого жизни этого мира бессмысла без цели не знают куда попадут так медленно иисус скорбил и плакал и указав на них ученикам сказал вот это и есть жатва которой очень много а делателей мало давайте и мы молите господина жатва чтобы он выслал в нас делателей на жатву свою но и сами будем что-то делать что-то предпринимать в этом направлении и просто молить что-то делать сколько у нас родственников вы подумайте которые не знают бога ну посредством первых сказал высшеназванных праздников бог учил свой народ чтить его это как вывод обобщения учил и хотел чтобы его чтили как творца как владыку как создателя мирознания чтобы они приняли его спасение чтобы они приносили духовный плод опять таки к славе его и так же готовили себя к встрече с ним к этой жатве я думаю кто слышит эти слова тот согласится что они имеют прямое отношение каждому из здесь сидящих аминь каждому и здесь сидящим это очень важно и серьезно всем нам дана возможность стать зернышком зерном в хранилище в житнице добрым зерном которое приносит плод в тридцать шестьдесят сто крат как сказал господин еще одно место не вы меня избрали не вы пришли сюда на это место я вас избрал это мы так думаем ну я так захотел он мне что-то так я вот пришел и что подобное Бог работает с каждым сердцем я вас избрал и поставил вас чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал вот ваша задача да это трудно никто не говорит что это легко вы получите там и насмешки больной сколько раз я это слышал тупил не был больной валялся в религии не был больной стал говорить о господи стал нормальным человеком больной стал вы понимаете в чем этот мир перевернуто все это вот об этом великом празднике книга левиц говорит что он называется праздником господним то есть опять таки это не люди придумали это образ который создал господь для нас чтобы мы понимали куда мы идем праздник жатвы это жатва на небесах это пир на небесах это вечная радость с господом и для спасенных и для искупленных Христом будущее жатва это станет временем радости и ликования радость и веселья а тех кто отвергнет господа извините временем ужаса и брака их ждет плач и скрежет зубов как написано но в этот прекрасный чудесный праздничный день я не хочу вас стращать особо но вспомним слова писания с которых я начинал праздничный 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 совершаю себя семь дней понятно в следующую неделю мы все отдыхаем на работу нет я вам расскажу когда уперед зубна твоя источила и веселись праздник твой ты и сын твой и дочь и брак и раба и семь дней празднует господу и благословит тебя Господь Бог во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих и ты будешь что только веселиться не забывайте это я вас прошу это повеление господа понимаете вот так вот благ так милостив наш Бог Отец что это его желание и повеление веселиться Бог установил праздники чтобы мы отдыхали веселились чтобы мы общались чтобы мы восстанавливались силы да понятно да для чего праздник и все это нужно делать но делать все во славу Господу вспоминая в эти дни отдыха обо всех его делах которые он делал делали и будет делать для всех людей он посылает солнце и дождь и на праведных и на неправедных так же да аминь так что в ожидании вечной радости воздадим хвалу и благодарение выходите пожалуйста вот воздадим и благодарение ибо сей день сотворил Господь возрадуемся и воздеселимся аминь аминь аминь